а ты вопрос сегодня который прислал подписчик по имени denis rogos звучит следующим образом я пью протеин три раза в день и один из них с утра будет ли протеин поднимать инсулин тем самым нейтрализую действие pg 3 раза в день протеин это 75 грамм белка а что вы с ними делаете можно поинтересоваться какой у вас вес 140 килограмм чистой мышечной массы вы ведь при этом еще что-то едите вот эти вопросы относительно дополнительного протеина постоянно приходят на канал у меня есть видео которое называется сколько нужно кушать белка натуралу но мы не перестаем с вами отвечать на эти вопросы потому что заблуждение тотально она доминирует над всеми ребятами которые занимаются спортом давайте для начала я отвечу просто на ваш вопрос конечно конечно сывороточный протеин будет полностью нейтрализовать действие pg почему потому что белок в чистом виде особенно гидролизат сывороточного белка это сыворотка из молока в ней отсутствует жир полностью в ней отсутствуют углеводы полностью немножко искусственных сахарозаменителей и все это чистейший белок который при попадании в организм особенно на голодный желудок будет поднимать уровень инсулина вот так не хуже чем супер сникерс или батончик на цели марс например никакого протеина на пг в первой половине дня пока мы держим 0 калорий второе зачем на хрен вам нужен этот сраный белок дополнительный вот объясните мне да кто-то где-то сказал два-три грамма на килограмм массы тела вы растете от него вы скажете да у меня вес двигается на весах я вижу растет жир потому что организм выстреливая инсулином на этом сумасшедшем количестве белка особенно на сывороточном протеине начинает запасать все эти калории в жир потому что ваш организм организм натурального атлета имеет вот такое количество свободного тестостерона которые отвечают свою очередь за синтез белка а синтез белка и есть ваши потребности в протеине в белке и когда у вас вот столько натурального тестостерона ваши потребности в экзогенном в дополнительном белке который вы не сможете получить пищей нулевые вам нужно будет пол грамма белка на килограмм массы тела максимум ну хорошо один грамм на килограмм массы тела это после мощных тренировок когда ты присел в хлам и тебе нужно восстановиться хорошо один грамм я предположу когда тебе 18 лет и когда твой тестостерон зашкаливает но остальное куда это идет в нагрузку печени это идет в жир она не реализуется в мышечную массу а вот когда вы используете экзогенный тестостерон или анаболические андрогенные стероиды вот тогда уровень вашего тестостерона не вашего конечно понарошечного в 10 раз выше чем ваш собственный и тогда синтез белка 15 в 20 раз выше и тогда конечно есть потребность в дополнительном белке но до тех пор пока вы не колите себе в задницу шприцом пока вы не жрете таблетки вам не нужно делать эти шейкеры и пить их просто судорожно после каждой тренировки у боже белково углеводное окно белково углеводное окно посмотрите мое видео которое называется спортпит я там тоже очень лестно выражаюсь в адрес спортивного питания нахрен не нужно с головой 50 60 грамм белка в день это просто стейк из куриного мяса из говяжьего мяса не имеет значения это просто какое-то мясное блюдо даже можно без мясного блюда я три дня в неделю вообще мясо не кушаю я делаю салат с брынзой у меня в салате 200 грамм брынзы который дает мне 35 грамм белка я съедаю 100 грамм орехов еще 10 15 грамм белка это вот 35 плюс 10 45 и дополнительно вечером я еще могу снесть немного жирного творога еще грамм 100 120 может быть 150 это еще плюс 15 грамм белка этого уже 60 я делаю запеканки это уже полностью удовлетворяет мои потребности в белке я очень активен и поверьте мне я проводил массу экспериментов с тем насколько хорошо растет натуральный атлет растуя растут мои ученики посмотрите мое видео сколько нужно белка натуралу и вы узнаете что нет в нем никакой нужды вы полностью удовлетворяете свои потребности из натуральных продуктов нагружайте свою печень дополнительным хламом не нужно стимулировать свой панкреас постоянно к выработке дополнительного инсулина его и так до хрена откажитесь от этого протеина он вам не нужен вы будете расти медленнее но вы будете расти за счет мышечной массы а не за счет жира который вы накапливаете из-за этих сраных белков потому что нет в них потребность я уже молчу о гейнерах и остальных спортпродуктах я думаю это все